На библейский портал Экзегет поступил вопрос, нужно ли утаивать от человека, что он смертельно болен. Скажу сразу, нет, не нужно, потому что мы можем за человека решить, точнее, совершить непоправимую ошибку. Если болезнь стремительно развивается, а мы про нее не говорим, человек может уйти из этой жизни, не подготовившись к переходу в вечность. Имеет в виду таинство, может быть, крещение даже, а если человек крещеный, то напутствие таинством соборования, покаяния и святого причастия. Некоторые родственники маловерные, может быть, боязливые, даже трусливые, считают, что если человеку сказать правду о болезни, он в этот же день умрет или в ближайшее время. Совершенно не так. Врачи предпочитают говорить смертельный диагноз родственнику, не самому человеку. Это тоже ошибка. Никто не давал права за человека принимать решение, как ему дальше жить. Если ты не знаешь правды о своей жизни, ты не делаешь нужные шаги. Смотрите, Бог от нас премудро сокрыл день нашей смерти. Это и милость Божия, и определенная скорбь. Если человек знает день своей смерти, не все это выдержат. Я читал про царскую семью нашего последнего императора, что ему многие старцы говорили, что его убьют, что он будет мучеником. Представьте себе жить с такой мыслью, зная, что ты будешь убит, чем убит зверски. Но, с другой стороны, если бы человек знал день своей кончины. Кстати, некоторым святым эта тайна открывалась. Например, святитель Филарет Московский знал день, день, не год. Он знал день своей кончины. Он не знал года, не знал месяца. Ему явился его покойный родитель, священник, и сказал, помни 18 число. В этот день, каждый месяц, святитель Филарет всегда служил, причащался, примирялся со всеми, спрашивал прощения, раздавал милостыню и готовился. И умер он действительно 18 ноября, по новому стилю, 1 декабря. Можно молиться Господу о том, чтобы нам Господь открыл день нашей смерти. Можно. Почему? То есть, при одном условии, что мы будем к ней готовиться. Некоторые святые, по-моему, это есть такая мысль у святителя Златоуста. Он говорит, почему мы не знаем дня смерти? Если бы человек её знал, он бы за месяц или за неделю принял крещение и дожил бы до смерти в чистоте, потому что Господь в крещении прощает человеку грехи. А как бы он жил до крещения? Вопрос. Как? Беззаботно, безответственно? В страстях, в грехах разных? Разве не так? Почему мы грешим? Потому что мы думаем, что ещё не скоро смерть придёт. У некоторых такая, знаете, есть лукавая мысль, типа, пока молодой, пока ещё есть силы, пока погрешу. А вот когда буду стареньким, дедушкой или бабушкой, вот буду ходить в церковь, буду каяться в грехах. Лукавая и страшная мысль. Ты не знаешь, когда придёт смерть в твою жизнь. Не уповай душемо на телесное здравие и на скорую мимоходящую красоту. Видишь ли, яку сильные и младые умирают. Это слова из канона покаянного. То есть и сильные, и молодые, и богатые, облечённые властью, умирают в одно мгновение. Поэтому про смерть человек должен помнить постоянно. Но помнить с верой. Потому что когда человек не имеет веры и думает о смерти, он попадает либо в психбольницу с депрессией, либо в какое-то состояние какой-то страшной прелести. А вот для нас открыт путь христианского отношения к смерти. В словах, которые мы читаем ежедневно на вечернем правиле. Господи, дай мне память смертную и умиление. То есть, смотрите, память смертная должна быть связана с умилением. То есть, человек умиление. Это такое сердечное спокойствие. Когда человек помнит о смерти, вере в воскресение Христово и в своё воскресение. То есть, смерть как переход. Смерть как выход души из тела и вхождение в Царство Божие. Вот здесь нужно сказать о том, что у многих христиан на вопрос, а куда ты думаешь попасть после смерти? Что мы отвечаем? Ну, куда? В ад, конечно. Типа такое ложное смирение. Это неправильно. Смотрите, Бог создал рай для чего? Чтобы он был пустым? Нет, конечно же. Чтобы мы туда вошли. Бог создал человека для чего? Чтобы он погиб? Нет, чтобы он спасся. Чтобы он наследовал вечную жизнь. Для чего он распялся? Чтобы все вошли в Царство Божие. И вот мы должны, с одной стороны, как писал преподобный Сулафонский, держать ум в аде, но не отчаиваться. Конечно, такое самодовольство, самоуверенность. Конечно, я пойду в рай. Конечно, я наследую Царство Божие. Вот это, конечно, не нужно. Надо говорить. Я верую, что по милости Божией, по его любви к каждому из нас, Господь даст мне Царство Божие. Откроет мне врата рая. Так что болезнь – это напоминание о смерти. Напоминание о том, чтобы человек занялся самым главным делом в своей жизни. И представляете, если болезнь смертельная. Человеку остается жить месяц, а вы от него скрываете правду. А потом наступает какая-нибудь там деменция или кома. И все. Человеку вызвали священника. Поздно. Уже не может не сказать. Не покается. Уже сознание не работает. Уже память отключена. Что? Что можно сделать? Как помочь? Поэтому не берите на себя никогда такую ответственность, точнее, такую безответственность, безответственные отношения. Не распоряжайтесь чужой жизнью по своему поврежденному пониманию вот этих главных вопросов. И врачи, и родственники, которые знают правду, надо помолиться, подумать, как сказать деликатно, с верой, с любовью, чтобы человека не просто ошарашить этими плохими известиями, но сказать, смотри, дорогая бабушка, или папа, или сын, вот смотри, вот такой неутешительный диагноз, но мы с тобой рядом. Мы рядом с тобой, мы тебя не бросим. Мы верим, что Христос человеку дает вечную жизнь. Со смертью ничего не кончается. Это только начало. Начало более радостное и светлое, которое было здесь. Поэтому в этом направлении, в этих словах нужно находить уверенность и человеку говорить об этом. Человеку говорить и обязательно говорить, что он не будет брошен. С ним будут рядом его близкие люди, которые ему помогут. И позовут священника, и помолятся, и поухаживают. То есть всё, что надо, мы сделаем. Но решать тебе. Потому что ты должен сказать, что тебе нужен священник. Что ты хочешь креститься, что ты хочешь причаститься. И вот когда мы сказали правду и поухаживали, и, может быть, упокоили нашего близкого, родственника или друга, мы сделали очень важное для Бога дело. Мы человеку помогли подготовиться к смерти, помогли подготовиться к переходу в вечность. А если мы это не скажем и не поможем, и человек, скажем, умрет некрещенным по нашей вине, Бог с нас очень строго за это спросит. Поэтому не будем делать ошибок. Продолжение следует...